Может произойти со дня на день. Сегодня, говорит весь мир, причина. Может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Рядом, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизм отдал больше 8 миллионов жизней? Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любовь. Это все для вас утюжено. И с такими. Это наша семья. Это наша история. За что вы будете прибыли? И скинули. Многие из вас бывали в Крыму. У многих из вас есть родня в Крыму. Будем наступать к искам. Если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, нашу жизнь, жизнь наших детей, мы будем защищаться. И репутацию, уровень жизни, мы теряем свободу. Самое главное, люди теряют своих близких. Теряем себя. На войне всегда всего не хватает. Чего хватает слегка? Это боли, грязь, кровь и смерть. Тысяч. Десятков тысяч смертей. Вам говорят, что Украина уже представлена культура для России. Этого нету, но в прошлом, нет сейчас. И безопасность нашу нужна. Крымцы. Для этого мы будем говорить. В том числе и с вами празднуем на любую очередь. Война лишит карантин у всех. Карантин, безопасность не будет больше ни у кого. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так же, как власть в Украине. Как бы вас не пытались убедить в обратном. Я знаю, что это мое обращение не покажут по российскому телевидению. Но граждане в России должны убедить. Они должны знать правду. А правда в том, что нужно восстановиться пока не может. И если руководство России не хочет садится со своей славы в том, а мы все со стороны с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин